В медицину я поступила по ушиванию семьи, потому что очень хотели врача в семье. Но я изначально хотела пойти в ветеринарию, и после того, как завершила все-таки медицинский, я пошла в ветеринарию и исполнила задумку, которая у меня была. Лечить зверей легче, если знаешь, как лечить людей. Аспирантка Ульяновского аграрного университета Екатерина Зотова убеждается в этом постоянно. Сейчас основной ее вектор – приложение сил научной направленности. Выиграла конкурс «Умник» от фонда содействия инновациям. Притворяет в жизнь стартап по выращиванию стволовых клеток животных – крыс, собак и кроликов. Все это в специально созданной подпроект лаборатории клеточных биотехнологий. Кролик. Костный мозг, да? Это костный мозг, да. На данный момент они начинают формировать монослой, и, соответственно, с помощью микроскопа мы оцениваем состояние клеток и то, насколько быстро они размножаются. Для Екатерины клетки – это тема, которая увлечена с третьего курса. Я изучаю строение клеток, особенно строение клеток в патологии. Для меня это очень интересно. Я прохожу цитологические курсы, чтобы лучше понимать строение функций клеток. И это очень сильно помогает при работе с культурами клеток. Стволовым клеткам, как, собственно, и людям, нужна достойная среда обитания. При необходимости для баланса аминокислот и микроэлементов Екатерина добавляет сыворотку или даже антибиотик. На наших глазах происходит так называемое «вскрытие» клеток в стерильных условиях – специальном инструментарии. Сейчас они на стадии накопления клеточной массы, а когда подрастут до нужных параметров, ученые произведут трансплантацию кролику для того, чтобы вылечить ему ожог. Это будет смелый эксперимент. Впрочем, предыдущие по клеточной терапии артритов у животных уже доказали свою результативность. Мы пришли к выводу, что животные, которых лечат с помощью стволовых клеток, они действительно более эффективно справляются с воспалением данной локализации и более быстро приходят к психологическому состоянию, то есть к состоянию без хромоты и без воспаления вокруг сустава. Стволовые клетки в ветеринарии применяют, но не так и не столь масштабно. У нас, по сути, ноу-хау, основоположником которого стал декан одного из факультетов «Альма-Матер», доктор ветеринарных наук Евгений Марьин. Есть единичные работы в Белоруссии. Коллеги наши хирурги использовали стволовые клетки при лечении заболеваний копытиц. Тоже есть такие данные, но именно такое широкое применение, такого все-таки, наверное, нет. Мы, наверное, единственные. Стартап ведет научная группа, руководитель, аспиранты и студенты. Предстоит испытание, получение патента, публикации научных трудов. У Екатерины осенью 2024-го еще и защита диссертации, которую активно пишет. Тут важно понимать, что стволовые клетки собак помогут в лечении именно собак. Так и ровно та же история с крысами и кроликами. Ну а в практическую фазу действий ученые войдут уже буквально через 2-3 недели. И мы желаем им больших успехов. Пусть животные по итогу будут здоровыми и живут дольше. Татьяна Домоданова и Максим Архипов. Репортер 73.